До посещения станицы Луганской президенты Украины и Швейцарии встретили гуманитарную помощь в Донецкой области. Также посетили предприятие «Вода Донбасса», которое снабжает питьевой водой миллионы жителей по обе стороны соприкосновения. И договорились о финансировании модернизации канала «Северский Донец-Донбасс». Эта водоочистная станция единственная в Донецкой области. Она снабжает питьевой водой 4 миллиона жителей региона по обе стороны линии соприкосновения. Мины первой в Рашинской, которая сюда упала на территорию, это было 10 июня 2014 года. То есть люди, это была пересменка, ночная смена сдавала, дневная принимала. Они пытались, то есть они закрывали ворота вот этой насосной станции, пытались спасти оборудование от обстрела. Коммунальные предприятия неоднократно обстреливали. Сейчас тут решили заменить старые трубы и установить новые насосы. Модернизацию водопровода обсудили президенты Украины и Швейцарии во время совместной поездки на Донбасс. Швейцария уже предоставила десятки тысяч тонн реагентов для обеззараживания питьевой воды. Сегодня мы с мадам президентом встречаем гуманитарный вонтаж из Швейцарской Федерации. Это еще 17 вонтажей. 15 дней привезли химикаты и терегии. Одна доставит засоби особенного запуска до центральной лекарни Славянск. А еще одна – гидоровизные аппараты для очищения воды в Волноваку и Мареулку. Швейцария также систематически отправляет гуманитарную помощь на Донбасс. Следующую партию ожидают в сентябре. Мы витаем новую швейцарскую программу спецработанности с Украиной на наступные три года. И от ее загального финансования на потребность воды в Донбассе в 2020 году выделено 1,4 миллиона швейцарских франктов. Господин президент, хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство именно за то, что вы и дальше позволяете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, которые являются неподконтрольными сегодня украинскому правительству. Это показывает вашу преданность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в этом регионе. Кроме того, во время визита в Донецкую область Владимир Зеленский и Симонета Саморуга встретились с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Организации Объединенных Наций и руководством Донецкой областной администрации. Как заявил глава государства, представители ОРДЛО, прикрываясь пандемией, регулярно не пускают ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию. ОБСЕ рассчитывает, что до конца недели там будет работать сотня их представителей. Сейчас пока только 23. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Донецкая область, Твой дом.